ПОЮТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ Принимают участие люди разных профессий, одаренные, талантливые, но не обученные. Но фестиваль дает им возможность через мастер-классы, через работу на сцене получить какой-то бесценный опыт, на который у них нет времени, потому как они работают по другой специальности. Специалист по вокалу готовы разглядеть задатки таланта у будущего Робертина Лоретти, который пока сдает некий экзамен и не знает о будущей профессии. Впрочем, у каждого своя дорога к успеху и талантам. Например, Елабужский хореографический ансамбль «Тичерс», что в переводе учительница, знает, что хочет. Клуб молодых училий был создан только в прошлом году, учрежден управлением образованием города Елабуги. И, соответственно, вот эта деятельность у нас все впервые, мы все начинаем по-новому. Талант, если вспомнить весьма драматическую поговорку, действительно рождается в провинции. Там, кстати, можно найти потенциальных победителей, лицензированных федеральных ток-шоу и конкурсов. Настоящим открытием стал, например, слесарь из Альметьевска Даниэр Гарипулин. Гран-при фестиваля получила творческая команда «Нижнекамскнефтехима». Всего же 15 команд, представляющие предприятия и организации республики, выполнили то, что делают на сцене профессионалы. Это и участие в конкурсах «Минута славы», «Визитка», а также в вокале и хореографии. По-прежнему в цене и художественные слова. А я, братцы мои, не люблю баб, которые в шляпках. Ежели баба в шляпке, ежели чулочки на ней фельдикосовые или мопсик у нее на руках, то такая аристократка мне и не баба вовсе, а так гладкое место. А в свое время я, конечно, увлекался одной аристократкой. Итак, праздник завершен, и мелодия ритма особо почитаемых культмассовых мероприятий на время раскрасили весьма драматические и тревожные события последнего времени. Однако, если звезды зажигают, это кому-то ведь нужно. Дмитрий Пиваров, Альфред Камилевский, телеканал «Эфир».